Вальтер Скотт, глава третья. Тогда, о горе, доблестный саксонец, золотокудрый и голубоглазый, пришёл из края, где пустынный берег внимает рёву Северного моря. Томпсон, свобода. В просторном, но низком зале, на большом дубовом столе, сколоченном из грубых, плохо оструганных досок, приготовлена была вечерняя трапеза Седрика Сакса. Комнату ничто не отделяло от неба, кроме крыши, крытой тёсом и тростником и поддерживаемой крепкими стропилами и перекладинами. В противоположных концах зала находились огромные очаги. Их трубы были устроены так плохо, что большая часть дыма оставалась в помещении. От постоянной копоти бревенчатые стропила и перекладины под крышей были густо покрыты глянцевитой коркой сажи, как чёрным лаком. По стенам висели различные принадлежности охоты и боевого вооружения, а в углах зала были створчатые двери, которые вели в другие комнаты обширного дома. Вся обстановка отличалась суровой саксонской простотой, которой гордился Седрик. Пол был сделан из глины с известью, сбитой в плотную массу, какую и поныне нередко можно встретить в наших амбарах. В одном конце зала пол был немного приподнят. На этом месте, называвшимся почётным помостом, могли сидеть только старшие члены семейства и наиболее уважаемые гости. Поперёк помоста стоял стол, покрытый дорогой красной скатертью. От середины его, вдоль нижней части зала, тянулся другой, предназначенный для трапез домашней челяди и простолюдинов. Все столы вместе имели сходство с формой буквы «Т» или с теми старинными обеденными столами, сделанными по тому же принципу, какие и теперь встречаются в старомодных колледжах Оксфорда и Кембриджа. Вокруг главного стола на помосте стояли крепкие стулья и кресла из резного дуба. Над помостом был устроен суконный балдахин, который до некоторой степени защищал сидевших там важных лиц от дождя, пробивавшегося сквозь плохую крышу. Возле помоста на стенах висели пёстрые с грубым рисунком драпировки, а пол был услан таким же ярким ковром. Над длинным нижним столом, как мы уже говорили, совсем не было никакого потолка. Не было ни балдахина, ни драпировок на грубо выбеленных стенах, ни ковра на глиняном полу. Вместо стульев тянулись массивные скамьи. У середины верхнего стола стояли два кресла, повыше остальных, предназначавшиеся для хозяйки и хозяина, которые присутствовали и возглавляли все трапезы, и потому носили почётное звание раздаватели хлеба. Каждому из этих кресел была подставлена скамеечка для ног, украшенная резьбой и узором и слоновой кости, что указывало на особое отличие тех, кому они принадлежали. На одном из этих кресел сидел сейчас Седрик Сакс, нетерпеливо ожидая ужина. Хотя он был по своему званию не более как там, или, как называли его норманы, Франклин, однако всякое опоздание обеда или ужина приводило его в не меньшее раздражение, чем любого алдермена старого или нового времени. По лицу Седрика было видно, что он человек прямодушный, нетерпеливый и вспыльчивый. Среднего роста, широкоплечий, с длинными руками он отличался крепким целосложением человека, привыкшего переносить суровые лишения на войне или усталость на охоте. Голова его была правильной формы, зубы белые, широкое лицо с большими голубыми глазами дышало смелостью и прямотой, и выражало такое благодушие, которое легко сменяется вспышками внезапного гнева. В его глазах блистали гордость и постоянная настороженность, потому что этот человек всю жизнь защищал свои права, посягательства на которые непрестанно повторялись, а его скорый, пылкий и решительный нрав всегда держал его в тревоге за свое исключительное положение. Длинные русые волосы Седрика, разделенные ровным пробором, шедшим от семени долба, падали на плечи. Седина едва пробивалась в них, хотя ему шел 60-й год. На нем был кафтан зеленого цвета, отделанный у ворота и обшлагов серым мехом, который ценится ниже горностая и выделывается, как полагают, из шкурок серой белки. Кафтан не был застегнут, и под ним виднелась узкая, плотно прилегающая к телу куртка из красного сукна. Штаны из такого же материала доходили лишь до колен, оставляя колени обнаженными. Его обувь была той же формы, что и у его крестьян, но из лучшей кожи и застегивалась спереди золотыми пряжками. На руках он носил золотые браслеты, на шее широкое ожерелье из того же драгоценного металла. Вокруг талии пояс, богато выложенный драгоценными камнями. К поясу был прикреплен короткий прямой двусторонний меч, сильно заостренным концом. За его креслом висели длинный плащ из красного сукна, отороченный мехом, и шапка с нарядной вышивкой, составлявшие обычный выходной костюм богатого землевладельца. К спинке его кресла была прислонена короткая рогатина с широкой блестящей стальной головкой, служившая ему во время прогулок вместо трости или в качестве оружия. Несколько слуг, одежды которых были как бы переходными ступенями между роскошным костюмом хозяина и грубой простотой одежды свинопаса-гурта, смотрели в глаза своему властелину и ожидали его приказаний. Из них двое или трое старших стояли на помосте, за креслом Седрика. Остальные держались в нижней части зала. Были тут слуги и другой породы. Три мохнатые борзые, из тех, с которыми охотились в ту пору за волками и оленями, несколько огромных поджарых гончих и две маленькие собачки, которых теперь называют терьерами. Они с нетерпением ожидали ужина, но, угадывая своим особым собачьим чутьем, что хозяин не в духе, не решались нарушить его угрюмое молчание. Быть может, и они побаивались и белой дубинки, лежавшей возле его прибора и предназначенной для того, чтобы предупреждать назойливость четвероногих слуг. Один только страшный старый волкодав с развязностью избалованного любимца подсел поближе к почетному креслу и время от времени отваживался обратить на себя внимание хозяина, то, кладя ему на колени свою большую лохматую голову, то тыча с носом в его ладонь. Но даже и его отстраняли суровым окриком. «Прочь, Болдор, прочь! Не до тебя теперь!» Дело в том, что Седрик, как мы уже заметили, был в дурном настроении. Леди Равена, ездившая к вечерне в какую-то отдаленную церковь, только что вернулась домой и замешкалась у себя, меняя платье, промокшее под дождем. О гурте не было ни слуху, ни духу, хотя давно уже следовало пригнать стадо домой. Между тем, времена стояли тревожные, и можно было опасаться, что стадо задержалось из-за встречи с разбойниками, которых в окрестных лесах было множество, или нападение какого-нибудь соседнего барона, настолько уверенного в своей силе, чтобы пренебречь чужой собственностью. А так как большая часть богатств саксонских помещиков заключалась именно в многочисленных стадах свиней, особенно в лесистых местностях, где эти животные легко находили корм, то у Седрика были основательные причины для беспокойства. Вдобавок ко всему этому, наш саксонский тан соскучился по любимому шуту Вамби, который своими шутками приправлял вечернюю трапезу и придавал особый вкус вину и элю. Обычный час ужина Седрика давно миновал, а он ничего не ел с самого полудня, что всегда способно испортить настроение почтенному землевладельцу, как это нередко случается даже и в наше время. Он выражал свое неудовольствие отрывистыми замечаниями, то бормочая их про себя, то обращаясь к слугам, чаще всего к своему кравчему, подносившему ему для успокоения время от времени серебряный стаканчик с вином. Почему леди Равена так замешкалась? «Она сейчас придет, только переменит головной убор», отвечала одна из женщин с той развязностью, с какой любимая служанка госпожи обыкновенно разговаривает в наше время с главой семейства. «Вы же сами не захотите, чтобы она явилась к столу в одном чипце и в юбке? А уж ни одна дама в нашей округе не одевается скорее леди Равены». Такой неопровержимый довод как будто удовлетворил Сакса, который в ответ промычал что-то нечленораздельное и потом заметил. «Дай Бог, чтобы в следующий раз была ясная погода, когда она поедет в церковь святого Иоанна». «Однако», — продолжал он, обращаясь к кравчему и внезапно повышая голос, словно обрадовавшись случаю сорвать свою досаду, не опасаясь возражений, «какого черта гурт до сих пор торчит в поле? Того и гляди, дождемся плохих вестей о нашем стаде». А ведь он всегда был старательным и осмотрительным слугой. Я уже подумывал дать ему лучшую должность, хотел даже назначить его одним из своих телохранителей. Тут кравчий Освальд скромно осмелился заметить, что сигнал к тушению огней был подан не более часа тому назад. Это заступничество было малоудачным, потому что кравчий коснулся предмета. Это заступничество было малоудачным, потому что кравчий коснулся предмета, упоминание о котором было невыносимо для слуха Сакса. «Дьявол бы побрал этот сигнальный колокол», — воскликнул Седрик, «и того мучителя, который его выдумал, да и безголового раба, который смеет говорить о нем по-саксонски, саксонским же ушам». «Сигнальный колокол», — продолжал он, помолчав, — «как же? Сигнальный колокол заставляет порядочных людей гасить у себя огонь, чтобы в темноте воры и разбойники могли легче грабить. Да, сигнальный колокол. Реджинальд Франдебеф и Филипп де Мальвуазен знают пользу сигнального колокола не хуже самого Вильгельма Ублюдка и всех прочих нормандских проходимцев, сражавшихся под Гастингсом. Того и гляди, услышу, что мое имущество отобрано, чтобы спасти от голодной смерти их разбойничью шайку, которую они могут содержать только грабежами. Мой верный раб убит, мое добро украдено, а вамба... Где вамба? Кажется, кто-то говорил, что и он ушел с гуртом». Освальд ответил утвердительно. «Ну вот, час от часу не легче. Стало быть, а саксонского дурака тоже забрали служить нормандскому лорду. Да и правда, все мы дураки, коли соглашаемся им служить и терпеть их насмешки. Будь мы от рождения полоумными, и то у них было бы меньше оснований издеваться над нами. Но я отомщу!» Воскликнул он, вскакивая с кресла и хватаясь за рогатину при одной мысли о воображаемой обиде. «Я подам жалобу в главный совет. У меня есть друзья, есть и сторонники. Я вызову Нормана на честный бой, как подобает мужчине. Пускай выступит в панцире, в кольчуге, во всех доспехах, придающих трусу отвагу. Мне случалось вот таким же дротиком пробивать ограды втрое толще их боевых щитов. Может, они считают меня стариком, но я им покажу, что хотя я и одинок и бездетен, все-таки в жилах Седрика течет кровь Херварда. «О, Уилфред, Уилфред!» произнес он горестно. «Если бы ты мог победить свою безрассудную страсть, твой отец не оставался бы на старости лет, как одинокий дуб, простирающий свои поломанные и оголенные ветви навстречу налетающей бури». Эти мысли, по-видимому, превратили его гнев в тихую печаль. Он отложил в сторону дротик, сел на прежнее место, понурил голову и глубоко задумался. Вдруг его размышление прервал громкий звук рога. В ответ на него все собаки в зале, да еще штук тридцать псов со всей усадьбы, подняли оглушительный лай и виск. Белой дубинке и слугам пришлось немало потрудиться, пока удалось утихомирить псов. «Эй, слуги, ступайте же к воротам!» сказал Седрик, как только в зале поутихло и можно было расслышать его слова. «Узнайте, какие вести принес нам этот рог. Посмотрим, какие бесчинства и хищения учинены в моих владениях». Минуты через три возвратившийся слуга доложил, что приор Эймер из аббатства Жорво и добрый рыцарь Брианды Буагельбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшой свитой просят оказать им гостеприимство и дать ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ашби-де-Лазуш на послезавтра. «Эймер, приор Эймер и Брианды Буагельбер», бормотал Седрик, «оба норманы?» «Но это все равно, норманы они или саксы?» «Роттервуд не должен отказать им в гостеприимстве». «Добро пожаловать, раз пожелали здесь ночевать». «Приятнее было бы, если бы они проехали дальше, но неприлично отказать путникам в ужине и ночлеге. Впрочем, я надеюсь, что в качестве гостей и норманы будут держать себя поскромнее». «Ступай, Гундебер», прибавил он, обращаясь к дворецкому, стоявшему за его креслом с белым жезлом в руке. «Возьми с собой полдюжины слуг и проводи приезжих в помещение для гостей. Позаботься об их лошадях и мулах и смотри, чтобы никто из свиты ни в чем не терпел недостатка. Дай им переодеться, если пожелают. Разведи огонь, подай воды для омовения, поднеси вина и эля. Поварам скажи, чтобы поскорее прибавили что-нибудь к нашему ужину и вели подавать на стол, как только гости будут готовы. Скажи им, Гундеберт, что Седрик и сам бы вышел приветствовать их, но не может, потому что дал обет не отходить дальше трех шагов от своего помоста навстречу гостям, если они не принадлежат к саксонскому королевскому дому. Иди, смотри, чтобы все было как следует. Пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян Сакс показал себя жалким скупцом». Дворицкий и несколько слуг ушли исполнять приказание хозяина. А Седрик обратился к крафчему Освальду и сказал, «Приор Эймер, ведь это, если не ошибаюсь, родной брат того самого Жиля де Мольверера, который ныне стал лордом Миддлгемом». Освальд почтительно наклонил голову в знак согласия. Его брат занял замок и отнял земли и владения, принадлежавшие гораздо более высокому роду, роду Вилфгара Миддлгемского. А разве все нормандские лорды поступают иначе? Этот приор, говорят, довольно веселый поп и предпочитает кубок с вином и охотничий рок колокольному звону и требнику. Ну, да что говорить, пускай войдет, я приму его с честью. А как ты назвал того хромовника Брианде Буагильбер? Буагильбер, повторил в раздумье Седрик, как бы рассуждая сам с собой, как человек, который живет среди подчиненных и привык скорее обращаться к себе самому, чем к другим. Буагильбер. Это имя известное. Много говорят о нем и доброго, и худого. По слухам, это один из храбрейших рыцарей ордена храма, но он погряз в обычных для них пороках. Горд, дерзок, злобен и сластолюбив. Говорят, что это человек жестокосердный, что он не боится никого, ни на земле, ни на небе. Так отзываются о нем те немногие воины, что воротились из Палестины. А, впрочем, он переночует у меня только одну ночь. Ничего, милости просим и его. Освальд, начни бочку самого старого вина, подай к столу лучшего меду, самого крепкого эля, самого душистого марата, шипучего сидра, пряного пигмента и налей самые большие кубки. Хромовники и аббаты любят добрые вина и большие кубки. Эльгита, доложи леди Равене, что мы не станем сегодня ожидать ее выхода к столу, если только на то не будет ее особого желания. Сегодня у нее будет особое желание, отвечала Эльгита без запинки. Последние новости из Палестины ей всегда интересно послушать. Седрик метнул на бойку служанку гневный взор. Однако леди Равена и все, кто ей прислуживал, пользовались особыми привилегиями и были защищены от его гнева. Он сказал только «Придержи язык, иди передай твоей госпоже мое поручение и пусть она поступает как ей угодно. По крайней мере, здесь внучка Альфреда может повелевать как королева». Эльгита ушла из зала. «Палестина», проговорил Сакс, «Палестина!» Сколько ушей жадно прислушивается к басням, которые приносят из этой роковой страны распутные крестоносцы и лицемерные пилигримы. И я бы мог спросить, и я бы мог осведомиться и с замирающим сердцем слушать сказки, которые рассказывают эти хитрые бродяги, втираясь в наши дома и пользуясь нашим гостеприимством. «Но нет, сын, который меня ослушался, не сын мне, и я забочусь о его судьбе не более, чем об участи самого недостойного из тех людишек, которые, пришивая себе на плечо крест, предаются распутству и убийствам, да еще уверяют, будто так угодно Богу». Нахмурив брови, он опустил глаза и минуту сидел в таком положении. Когда же он снова поднял взгляд, створчатые двери в противоположном конце зала распахнулись настежь, и предшествуемые дворецким с жезлом и четырьмя слугами с пылающими факелами, поздние гости вошли в зал. Глава четвертая. Свиней, козлов, баранов кровь текла, на мрамор туша брошена вала, вот мясо делят, жарят на огне, и свет играет в розовом вине. Без почестей улис на пир пришел, его в сторонке за треногий стол царевич усадил. Одиссея. Книга двадцать первая. Аббат Эймер воспользовался удобным случаем, чтобы сменить костюм для верховой езды на еще более великолепной, поверх которого надел затейливо вышитую мантию. Кроме массивного золотого перстня, являвшегося знаком его духовного сана, он носил еще множество колец с драгоценными камнями, хотя это и запрещалось монастырским уставом. Убувь его была из тончайшего испанского софьяна, борода подстрижена так коротко, как только допускалась его саном, темя прикрыта алой шапочкой с нарядной вышивкой. Хромовник тоже переоделся, его костюм был тоже богат, хотя и не так старательно и замысловато украшен, но сам он производил более величественное впечатление, чем его спутник. Он снял кольчугу и вместо нее надел тунику из темно-красной шелковой материи, опушенную мехом, а поверх нее длинный белоснежный плащ, не спадавший крупными складками. Восьмиконечный крест его ордена, вырезанный из черного бархата, был нашит на белой мантии. Он снял свою высокую дорогую шапку, густые, черные, как смоль-кудри, подстать с муглой кожей, красиво обрамляли его лоб. Осанка и поступь, полные величавой грации, были бы очень привлекательны, если бы не надменное выражение лица, говорившее о привычке к неограниченной власти. Вслед за почетными гостями вошли их слуги, а за ними смиренно вступил в зал проводник, в наружности которого не было ничего примечательного, кроме одежды пилигрима. С ног до головы он был закутан в просторный плащ из черной саржи, который напоминал нынешние гусарские плащи с такими же висячими клапанами вместо рукавов и назывался склавен или славянский. Грубые сандалии, прикрепленные ремнями к обнаженным ногам, широкополая шляпа, обшитая по краям раковинами, окованный железом длинный посох с привязанной к верхнему концу пальмовой ветвью, дополняли костюм паломника. Он скромно вошел позади всех и, видя, что у нижнего стола едва найдется место для прислуги Седрика и свиты его гостей, отошел к очагу и сел на скамейку под его навесом. Там он стал сушить свое платье, терпеливо дожидаясь, когда у стола случайно очистится для него место или дворецкий даст ему чего-нибудь поесть тут же у очага. Седрик с величавой приветливостью встал навстречу гостям, сошел с почетного помоста и, ступив три шага им навстречу, остановился. «Сожалею», сказал он достопочтенный приор, «что данный мною обед воспрещает мне двинуться далее навстречу даже таким гостям, как ваше преподобие и этот доблестный рыцарь-храмовник. Но мой дворецкий должен был объяснить вам причину моей кажущейся невежливости. Прошу вас также извинить, что буду говорить с вами на моем родном языке и вас прошу сделать тоже, если вы настолько знакомы с ним, что это вас не затруднит. В противном случае я сам настолько разумею по-нормански, что разберу то, что вы пожелаете мне сказать». «Обеты», сказал Аббат, «следует соблюдать, почтенный Франклин», или, если позволите так выразиться, «почтенный Тан», хотя этот титул уже несколько устарел. «Обета суть те узы, которые связывают нас с небесами, или те вервии, коими жертва прикрепляется к алтарю, а потому, как я уже сказал, их следует держать и сохранять нерушимо, если только не отменит их святая наша мать церковь». Что же касается языка, я очень охотно объяснюсь на том наречии, на котором говорила моя покойная бабушка Хильда Мельтгемская, блаженная кончина которой была весьма сходна с кончиною ее достославной тезки, если позволительно так выразиться, блаженной памяти святой и преподобной Хильды в аббатстве Витбе, упокой Божий ее душу». Когда Приор кончил эту речь, произнесенную самыми миролюбивыми намерениями, храмовник сказал отрывисто и внушительно «Я всегда говорил по-французски на языке короля Ричарда и его дворян, но понимаю английский язык настолько, что могу объясниться с уроженцем здешней страны». Седрик метнул на говорившего один из тех нетерпеливых взоров, которыми почти всегда встречал всякое сравнение между нациями но вспомнив к чему его обязывали законы гостеприимства подавил свой гнев и движением руки пригласил гостей сесть на кресло пониже его собственного но рядом с собою после чего велел подавать кушанье. Прислуга бросилась исполнять приказания и в это время Седрик увидел свинопаса гурта и его спутника вамбу которые только что вошли в зал. «Позвать сюда этих бездельников!» нетерпеливо крикнул Седрик. Когда провинившиеся рабы подошли к помосту он спросил «Это что значит негодяй? Почему ты, гурт, сегодня так замешкался? Что ж, пригнал ты свое стадо домой мошенник или бросил его на поживу бродягам и разбойникам?» «Стадо все цело как угодно вашей милости», ответил гурт. «Но мне вовсе не угодно мошенник», сказал Седрик «Целых два часа проводить в тревоге, представлять себе разные несчастья и придумывать месть соседям за те обиды, которые они мне не причиняли. Помни, что в другой раз колодки и тюрьма будут тебе наказанием за подобный проступок». Зная вспыльчивый нрав хозяина, гурт и не пытался оправдываться, но шут, которому многое прощалось, мог рассчитывать на большую терпимость со стороны Седрика и поэтому решился ответить за себя и за товарища. «Поистине, дядюшка Седрик, ты сегодня совсем не дело говоришь». «Что такое?» отозвался хозяин. «Я тебя пошлю в сторожку и прикажу выдрать, если ты будешь давать волю своему дурацкому языку». «А ты сперва ответь мне, мудрый человек», сказал Ламба. «Справедливо и разумно ли наказывать одного за провинности другого?» «Конечно нет, дурак». «Так что же ты грозишься заковать в кандалы бедного гурта, дядюшка, за грехи его собаки Фанкса?» «Я готов хоть сейчас присягнуть, что мы ни единой минуты не замешкались в дороге, как только собрали стадо». А Фанкс еле-еле успел загнать их к тому времени, когда мы услышали звон к вечерне. «Стало быть, Фанкса и повесить», поспешно объявил Седрик, обращаясь к гурту. «Он виноват. А себе возьми другую собаку». «Постой, постой, дядюшка», сказал Шут. «Ведь и такое решение выходит не совсем справедливо». «Чем же виноват Фанкс, коли он хромает и не мог быстро собрать стадо?» «Это Фанкса спросили, так верно бедняга не согласился бы на эту операцию». «Кто же осмелился так изувечить собаку, принадлежащую моему рабу?» спросил Сакс, мигом приходя в ярость. «Да вот, старый Губерт ее изувечил», отвечал Вамба. «Начальник охоты у сэра Филиппа Мальвуазена». Он поймал Фанкса в лесу и заявил, будто тот гонялся за оленем, «А это видишь ли запрещено хозяином?» «А сам он лесной сторож». «Так вот, черт бы побрал этого Мальвуазена, да и его сторожа», воскликнул Седрик. «Я им докажу, что этот лес не входит в число охотничьих заповедников, установленных великой лесной хартией». «Но довольна об этом». «Ступай, Плут, садись на свое место». «А ты, Гурт, достань себе другую собаку, и если этот сторож осмелится тронуть ее, я его отучу стрелять из лука. Будь я проклят, как трус, если не отрублю ему большого пальца на правой руке, тогда он перестанет стрелять». «Прошу извинить, почтенные гости. Мои соседи не лучше ваших язычников в Святой Земле, сыр рыцарь. Однако ваша скромная трапеза уже перед вами. Прошу откушать вам эти яства, вознаградят вас за их скромность». Угощение, расставленное на столах, не нуждалось, однако, в извинениях хозяина дома. На нижний стол было подано свиное мясо, приготовленное различными способами, а также множество кушаний из домашней птицы, оленины, козлятины, зайцев и рыбы, не говоря уже о больших кроваях хлеба, печеней и всевозможных сластях, вареных из ягод и меда. Мелкие сорта дичи, которой было также большое количество, подавались не на блюдах, а на деревянных спицах или вертелах. Пажи и прислуга предлагали их каждому из гостей по порядку. Гости уже сами брали себе столько, сколько им хотелось. Возле каждого почетного гостя стоял серебряный кубок. На нижнем столе пили из больших рогов. Только что собрались приняться за еду, как дворецкий поднял жезл и громко произнес «Прошу прощения, место леди Равене». Позади почетного стола в верхнем конце зала отворилась боковая дверь и на помост зашла леди Равена в сопровождении четырех прислужниц. Седрик был удивлен и недоволен тем, что его воспитанница по такому случаю появилась на людях. Тем не менее он поспешил ей навстречу и, взяв за руку с почтительной торжественностью подвел к предназначенному для хозяйки дома креслу на возвышении по правую руку от своего места. Все встали при ее появлении. Ответив безмолвным поклоном на эту любезность, она грациозно проследовала к своему месту за столом. Не успела она сесть, как хромовник шепнул Абату. «Не носить мне вашей золотой цепи на турнире, ахиоское вино принадлежит вам». «А что я вам говорил?» ответил Абат. «Но умерьте свои восторги, Франклин наблюдает за вами». Брианде Буагильбер, привыкший считаться только со своими желаниями, не обратил внимания на это предостережение и впился глазами в саксонскую красавицу, которая, вероятно, тем более поразила его, что ничем не была похожа на восточных султанш. Равена была прекрасно сложена и высока ростом, но не настолько высока, однако же, чтобы это бросалось в глаза. Цвет ее кожи отличался ослепительной белизной, а благородные очертания головы и лица были таковы, что исключали мысль о бесцветности, часто сопровождающей красоту слишком белокожих блондинок. Ясные голубые глаза, опушенные длинными ресницами, смотрели из-под тонких бровей каштанового цвета, придававших выразительность ее лбу. Казалось, глаза эти были способны как воспламенять, так и умиротворять, как повелевать, так и умолять. Круткое выражение больше всего шло к ее лицу. Однако привычка ко всеобщему поклонению и к власти над окружающими придала этой саксонской девушке особую величавость, дополняя то, что дала ей природа. Густые волосы светло-руссого оттенка, завитые изящными локонами, были украшены драгоценными камнями и свободно падали на плечи, что в то время было признаком благородного происхождения. На шее у нее висела золотая цепочка с подвешенным к ней маленьким золотым ковчегом. На обнаженных руках сверкали браслеты. Поверх ее шелкового платья цвета морской воды было накинуто другое, длинное и просторное, не спадавшее до самой земли, с очень широкими рукавами, доходившими только до локтей. К этому платью пунцового цвета, сотканному из самой тонкой шерсти, была прикреплена легкая шелковая вуаль с золотым узором. Эту вуаль при желании можно было накинуть на лицо и грудь, на испанский лад или набросить на плечи. Когда Равена заметила устремленные на нее глаза хромовника, загоревшимися в них словно искры на углях огоньками, она с чувством собственного достоинства опустила покрывало на лицо в знак того, что столь пристальный взгляд ей неприятен. Седрик увидел ее движение и угадал его причину. «Сэр рыцарь», сказал он, «лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать пристальный взгляд крестоносца». «Если я провинился», отвечал сэр Бриан, «прошу у вас прощения, то есть прошу леди Равену простить меня. Далее этого не может идти мое смирение». «Леди Равена», сказал Аббат, «желая покарать смелость моего друга, наказала всех нас. Надеюсь, что она не будет столь жестока к тому блестящему обществу, которое мы встретим на турнире». «Я еще не знаю, отправимся ли мы на турнир», сказал Седрик. «Я не охотник до этих суетных забав, которые были неизвестны моим предкам в ту пору, когда Англия была свободна». «Тем не менее», сказал Приор, «позвольте нам надеяться, что в сопровождении нашего отряда вы решитесь туда отправиться. Когда дороги так небезопасны, не следует пренебрегать присутствием сэра Бриана де Буа Гильбера». «Сэр Приор», отвечал Сакс, «где бы я не путешествовал в этой стране, до сих пор я не нуждался ни в чьей защите, помимо собственного доброго меча и верных слуг. К тому же, если мы надумаем поехать в Ашби де Лазуш, нас будет сопровождать мой благородный сосед Ательстан Конингсбургский с такой свитой, что нам не придется бояться ни разбойников, ни феодалов. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр Приор. Надеюсь, что вино мое вам по вкусу и благодарю вас за любезность. Если же вы так строго придерживаетесь монастырского устава, прибавил он, что предпочитаете пить кислое молоко, надеюсь, что вы не будете стесняться и не станете пить вино из одной только вежливости. «Нет», возразил Приор, рассмеявшись, «мы ведь только в стенах монастыря довольствуемся свежим или кислым молоком. В миру же мы поступаем как миряне. Поэтому я отвечу на ваш любезный тост, подняв кубок этого честного вина, а менее крепкие напитки предоставляю моему послушнику». «А я», сказал хромовник, наполняя свой бокал, «пью за здоровье прекрасной равены. С того дня, как ваша тезка вступила в пределы Англии, эта страна не знала женщины более достойной поклонения. Клянусь небом, я понимаю теперь несчастного Вартагерна. Будь перед ним хотя бы бледное подобие той красоты, которую мы видим, и то этого было бы достаточно, чтобы забыть о своей чести и царстве». «Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезностей, сэр рыцарь», сказала Равена с достоинством и не поднимая покрывала. «Лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о Палестине, так как это предмет более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим французским воспитанием». «Немного могу сообщить вам интересного, Бриан де Буагельбер, могу лишь подтвердить слухи о том, что с Саладином заключено перемирие». Его речь была прервана вамбой. Шут пристроился шагах в двух позади кресла хозяина, который время от времени бросал ему подачки со своей тарелки. Впрочем, такой же милостью пользовались и любимые собаки, которых, как мы уже видели, в зале было довольно много. Вамба сидел перед маленьким столиком на стуле с вырезанными на спинке ослиными ушами. Подсунув пятки под перекладину своего стула, он так втянул щеки, что его челюсти стали похожи на щипцы для орехов, и наполовину зажмурил глаза, что не мешало ему ко всему прислушиваться, чтобы не упустить случая, совершить одно из тех проделок, которые ему разрешались. «Уж эти мне перемирия», воскликнул он, не обращая внимания на то, что внезапно перебил речь величавого храмовника. «Они меня совсем состарили?» «Как? Плуд? Что это значит?» сказал Седрик с явным удовольствием, ожидая, какую шутку выкинет шут. «А то как же», отвечал вамба. «На моем веку было уже три таких перемирия, и каждая на пятьдесят лет. Стало быть, выходит, что мне полтораста лет». «Ну, я ручаюсь, что ты умрешь не от старости», сказал храмовник, узнавший в нем своего лесного знакомца. «Тебе на роду написано умереть насильственной смертью, если ты будешь так показывать дорогу проезжим, как сегодня приору и мне». «Как так, мошенник?» воскликнул Седрик. «Сбивать с дороги проезжих? Надо будет тебя постигать. Ты, значит, такой же плут, как и дурак». «Сделай милость, дядюшка», сказал шут. «На этот раз позволь моей глупости заступиться за мое плутовство. Я только тем и провинился, что перепутал, которая у меня правая рука, а которая левая. А тому, кто спрашивает у дурака совета и указания, надо быть поснисходительнее». Разговор был прерван появлением слуги, которого привратник прислал доложить, что у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег. «Впустить его», сказал Седрик. «Кто бы он ни был, все равно. В такую ночь, когда гроза бушует на дворе, даже дикие звери жмутся к стадам и ищут покровительства у своего смертельного врага, человека, лишь бы не погибнуть от расходившихся стихий. Дайте ему все, в чем он нуждается. Освальд, присмотри за этим хорошенько». Кравчий тотчас вышел из зала и отправился исполнять приказания хозяина. Продолжение следует...